Друзья мои, я так же, как и вы, нахожусь в самоизоляции дома. Специально выбрался на этот балкон, чтобы хоть немножко почувствовать себя там, на улице. Потому что, ну знаете, это то, чего нам сейчас, наверное, не хватает. И начиная вот эту онлайн-экскурсию, я хотел бы объяснить, о чем она будет и чему этот проект вообще посвящен. Меня зовут Иван Митин, я кандидат географических наук, менеджер культурного центра вдохновения. Вместе с вами начинаю этот цикл онлайн-экскурсии «Мое Ясенево». Вот здесь на балконе у себя дома я задумался, а чего же нам так в эти дни не хватает. И как географ я знаю, что все это где-то находится. Мы даже в языке говорим, имеет место где-то. И вот мне кажется, что то, чего нам не хватает, оно там, за окном. И часто мы в обычной, в нормальной жизни даже не замечаем этого. Пробегаем от своего дома до метро, заворачиваем за угол, пересекаем вот этот вот бульвар. Выбегаем на наши пруды и вот не замечаем того, как много в этих местах чего-то теплого, родного, близкого для каждого из нас. Вот об этом наши проекты, наша онлайн-экскурсия. Мы хотим показать разные места и местечки, улицы, дворы, пруды, родники, дома нашего Ясенева, как что-то близкое, что-то значащее для нас, для каждого из нас, для всех ясеневцев, для нас. Вот об этом этот проект. Где мы начнем сегодня нашу экскурсию? Слушайте, тут я решил потянуть одеяло на себя и воспользоваться служебным положением. Вот мы начнем. Ну вот прямо, хотел бы вам показать сейчас, но это с другой стороны от моего дома. Это ближайшее место, куда вот мы с моими детьми ходим гулять. Надо просто перейти улицу Паустовского. И вот вы там, на этих вот трех прудах в конце улицы Паустовского. Иногда их называют Ясеневские пруды, иногда Новые Ясеневские. Но чаще так и звучит. Три пруда, потому что их только три, да? Или три пруда на Паустовского. Мы так их и называем. Для меня это ближайшее место, куда мы ходим гулять. Вот одно из наших таких интересных. Вот поэтому там мы и начнем. Там будет наша первая точка нашей экскурсии. И что мы для вас подготовили? Мы для вас подготовили истории, которые собрали у ясеневцев, жителей в ходе нашего исследования. И мы для вас подготовили фотографии, тоже сделанные нашими соседями. И в этих историях сегодня вы услышите голоса тех, кто застал еще последние дома села Ясенева, которые выходили вот к этим трем прудам. Много историй тех, кто родился здесь и живет здесь уже 40 лет в Ясеневе. И кто помнит, как благоустраивали в конце 80-х эти три пруда. Ну и история тех, кто сегодня знает их благодаря меморалу, военным морякам. Вот эти сюжеты мы сегодня постараемся осветить. Вот предлагаю сейчас всем посмотреть, что же мы записали и собрали. Посмотреть наши истории. Ну, сердце района, наверное, то место, где было село Ясенево, все-таки историческое место. Это и метро Битцевский парк Новоясеневская, и улица Паустовского, где сейчас, собственно, и районное управо находится. Ну, вот эти пруды, опять же, которые у нас там сделали. Когда-то это был один пруд неугоженный, сейчас сделали там военно-морской музей в ближайшей школе. Кстати, когда его открывали, мой дедушка, который еще тогда был жив, ходил в эту школу с лекциями. Он, поскольку тоже прошел войну, так сказать, на корабле. Вот. И как раз там, когда я ребенком гулял с отцом, там еще сохранились, так сказать, сносимые жилые постройки. Все, что я помню вот о былом нашего района. Павел Григорьевич, он жил в районе, его дом стоял в районе улицы Паустовского, дом 3. Рядом был дом его деда. И дед остался в памяти у Павла тем, что на месте одного из прудов, верхнего пруда, он выкопал колодец, который очень славился на этой улице качеством воды. Люди приходили из других улиц, районов, и, соответственно, там всегда встречались и беседовали. Ну, это, наверное, где-то вот лет 10 мне было, наверное, 86-й, 87-й. Когда начали облагораживать и пруд тогда, то есть очень долгое время пруд же был, собственно, там эти пруды, по-моему, там даже два пруда было, а не три. Вот само появление этого каскада с асфальтовыми дорожками, вот это вот как раз, наверное, где-то 80-й какой-то, 80-й, может, 89-й. Ну, да, в принципе, периодически ходя, там уточки были, но я не думаю, что там народ гулял. То есть, возможно, это было скорее как бы дорожки там были, ну, такие грязевые, обычные земляные протоптанные тропы. Вот, скорее его использовали, чтобы было срезать путь до того же универсанта. Я помню, кстати, вот эти три пруда, они не сразу были вот такими благоустроенными. Ну, вот эти вот, видишь, да, три, их реально три. Вот, их благоустроили, мне кажется, их благоустроили, когда что-то было? Ну, наверное, что-то там лет 13-14 там было, то есть уже почему-то в 90-е почему-то, вот. И там купались, вот. Я не купалась, мы с подружкой ходили, она купалась. Мне мама сказала, что типа, ты чего там подцепишь какую-нибудь заразу, нельзя в них купаться. Я не купалась, а так вообще купались. А пруды еще, я вот хорошо помню, до того, как их облагородили, каждую весну они затапливали низ вот этот перекресток. Выходили из берегов по весне, потому что всегда обильные снега там лежали. И, собственно говоря, я очень хорошо помню, что вода по весне бывала до щекотки доходила. Вот там же низина, получается, где перекресток перед нашим домом. Вот когда мы из универсама по весне домой шли, то очень часто вот приходилось преодолевать затопленные участки. Я, нет, я не помню в сапогах или в чем, но я помню, что по щиколотку вода, то есть разливалась. Вот пруды разливались. То есть они были достаточно такие. А вот сейчас, видно, систему сделали, когда их облагородили, сделали этот каскад, то там же сделали систему слива. Вот, то есть, естественно, сейчас уже это не происходит. Пруды, мне нравятся, когда их облагородили. Но я помню те времена, когда их было два, и они были совершенно не облагороженные. И стояли какие-то старые разваленные, непонятно, каких-то, значит, домов, которые когда-то были, когда-то еще была речка, за прудой. Они были очень маленькие, и, конечно, все изгаженные, как полагается, но все равно это было потрясающе. То есть спускаешься, там и вольчаешь, будешь твоей головой, ну я и маленькая еще, понятно, я тебе была, тоже, как в лес сразу. Абсолютно дико, можно сказать, эти развалины, это кажется очень сказочным. Сейчас, конечно, уже все это не такое, но все равно, когда я вижу пруды, я каждый раз знаю, как здесь мы с папой гуляли, когда я была маленькая, мы забили первую сапогу. Ну, три пруда все-таки вот эти дальние, на Комптомском, тоже у нас. Раньше просто прогулки там, ну, интересно, красиво. Мы любим водную поверхность, как вы заметили, в нашей семье. Так вот, а последние два года мы с детками, школьниками участвовали в шествии «Бессмертный полк», который проводится накануне все российского, все московского, да. Вот такие локальные, я не знаю, есть ли они других, но у нас уже второй год подряд. И он стартует от Комптомского рынка, от метро «Новоясеневская». Идем по Новоясеневскому проспекту, сворачиваем на улицу Пустовска и доходим до трех прудов. Там есть мемориал моряка, какой там по ней или какому событию приурочен, но там есть именно вот какие-то такие морские укрепления, якорь. Там моряки всегда пускают венок в честь гибших. Детки наши исполняют песни патриотические, они так одеты всегда в костюмы. Мы там какие-то… Мы несем нашего дедушку, моего любимого портрет. Все дети знают наису стихивую историю про дедушку. Он уже когда-нибудь был узником в фанцмагере, малолетний, ребенком до войны пережил. И это тоже очень такое стало знаковое место, потому что вот там наши детки приобщаются вот к какой-то нашей такой общей истории и перенимают, что ли, прям генетическую память нашего народа, вот что мы прожили, прострадали и терпели, и зашли для них, построили такой уже благополучный мир. Это интересное место. Ну что же, мы с вами, посмотрев те истории, которые мы для вас собрали, побывали виртуально, конечно, на наших трех прудах. Как видите, у всех немножко разные представления об этих трех прудах. Для кого-то это больше вот эта вот патриотическая военно-морская история. Для меня и моей семьи, например, вижу, про это вопросы были. Это скорее любимое место прогулок. Вот это наше ясневское сочетание воды и зелени и наших домов тут же прямо рядом. То, за что мы любим наш район и ценим его. Вот. Это была первая небольшая точка нашей экскурсии. Отсюда мы пойдем дальше. Будем выходить для вас в эфир каждую среду и пятницу в 6 часов вечера. Я вижу ваши вопросы и комментарии в сообщениях в канале Ютубе. Ну, что я могу сказать? Закуператор, друзья, у нас есть. Для меня лично это первый прямой эфир в Ютубе. Поздравление принимается, как говорится. Надеюсь, что было не так плохо в целом. И на самом деле мы очень ждем от вас обратной связи. Не только про качество звука. И не только про то, кто что там разглядел, на какой фотографии интересного. А мы очень ждем ваших историй. Ваших фотографий. Ваших любимых мест в нашем Ясене. У нас есть специальный адрес электронной почты. Ясенева2019, собака.gmail.com На котором вы можете прислать ваши фото, писать нам, ну и мне непосредственно, да, ваши идеи, о чем еще хотелось бы рассказать, чем вы готовы поделиться. Потому что вот это мое Ясенево, это то, что мы хотели бы делать вместе с вами. И выходить два раза в неделю на эту экскурсию вместе с вами. Присоединяйтесь к нам. В следующий раз, уже послезавтра, в пятницу, 24 апреля в 6 часов вечера, мы пойдем от наших прудов, по дорожке, по тропинке, чуть дальше в лес, на знаменитый родник Бицинском лесу. Это такое потаенное место, которое, ну, которое все наши ясеневцы знают, но, может быть, не каждый ходит туда каждый день за водой, как некоторые герои, анонсирую их в нашей будущей передаче. Что же, на этом первая серия, первый выпуск нашей онлайн-экскурсии и мое Ясенево подошло к концу. С вами был Иван Митин. До новых встреч на канале Культурного центра вдохновения. Не прощаюсь с вами. Увидимся через два дня. Продолжение следует. interval. Продолжение следует...